Всем привет! С вами Света Гончарова и мой дневник здоровья. Сегодня я хочу рассказать вам, какую зелень, какие дикоросы я добавляю в свой утренний смузи. Сейчас я нахожусь на даче, утром я беру ножницы, беру такой друшлачок и собираю зелень, которая растет прямо у нас на участке. Многие меня просили рассказать, какие же дикоросы можно использовать. Я хочу сегодня просто показать вам, что использую я. На самом деле все очень просто. Так, смотрим. Это у меня лист смородины. Черный или красный, неважно, смородина, очень много витамина С в нем. Ну, то есть любую смородину, которую у вас есть, можете использовать. Очень просто. Также листья малины тоже можно добавлять в смузи. Это молодые листья винограда, тоже съедобные листья, хорошо известные, тоже можно добавлять в смузи. Это спарыш. Он бывает немножко мельче, бывает такой вот крупный, сейчас много влаги, поэтому он разросся. Растет прямо под ногами, тоже очень полезный и такой нежный у него вкус. Так, это крапива, которая пожарила мне очень сильно руки, пока я мыла зелень, поэтому крапиву, наверное, лучше мыть отдельно. Так, смотрим дальше. Это земляника. Землянику, листья земляники, как вы знаете, можно и в чай добавлять, можно добавлять тоже в смузи. Так, ну, конечно же, одуванчики. Одуванчики, они горчат, они горькие такие, но они очень полезные. Дам вам под этим видео, список, чего там в них есть и очень рекомендую хотя бы по одному листочку себе, детям добавлять. Я, в принципе, добавляю много одуванчиков в свой смузи, потому что мне, в принципе, ну, то, что немножко горчит, ничего страшного. Добавляю банан, добавляю немножко яблочко, медочек и с вот этими одуванчиками очень здорово выходит. Я знаю, главное, что это полезно, поэтому я без проблем сама пью и дети тоже у меня пьют. Так, идем дальше. Вот замечательное растение. Называется оно «Лобода». Сейчас они такие маленькие, я покажу вам, как они растут, эти сорнячки. Они есть, ну, повсеместно везде практически, очень-очень полезные. В них больше белка, чем в шпинате. Очень интересно. Сейчас еще покажу вот побольше. Вырастает этот сорняк, может вырасти больше меня, ростом. Вот. Я стараюсь срезать такие самые свеженькие, самые маленькие листочки. Так, давайте еще посмотрим, что тут у меня есть. Ну, в принципе, здесь у меня вот «Лобода» в основном. Кстати, вот «Лобода» из «Парыш», у них очень нежный вкус. И дети с удовольствием, даже с большим удовольствием пьют такой смузи, даже чем из «Петрушки» из «Укропа». Вот. Вообще, напоминаю вам, что самый нейтральный вкус у зелени – это шпинат. И вот «Лобода», она такая вот, особенно, если взять только листочки, да, если у вас не очень мощный блендер, стебли немножко хуже перемалываются, вот, а листочки очень нежные, очень нежный вкус. У «Спарыша» тоже. Вот этот вот стебель, он жестковатый и, ну, в общем, там не очень хорошо блендер может перемалывать, но если вы берете вот эти вот листочки нежные, они хорошо перемалываются и очень такой нежный вкус у смузи получается, как бы, ну, легко его пить, да, то есть, кто еще не привык. Вот, в основном, ну, то, что я собираю в свой зеленый коктейль, добавляю детям я чуть меньше, себе чуть больше, вот. И основной рецепт – это два банана, яблочко или половинка яблочка, зелень вот эта вот, ну, тоже по вкусу, смотрите, как будет вам нравится, вот. И главный секрет – делайте так, чтобы смузи можно было пить, чтобы его легко было, мы таки используем трубочки крупные, вот, чтобы через эту трубочку можно было посербать. И чем легче выпить ваш смузи, тем больше шансов, что его выпьют, особенно ваши дети. А теперь давайте посмотрим, как растет эта зелень, пока еще я ее не срезала. И, кстати, по поводу мытья зелени. Я мою просто в друшлаке в проточной воде, ну, как следует просто надо промыть. В принципе, в плане там глистов я их не боюсь, потому что, в принципе, ну, вот, например, у меня растет зеленый лук, да, зеленый лук точно так же растет на земле, точно так же я его срезаю, режу в салат, мою, режу в салат и как бы все нормально. Вот, главное, чтобы у вас был здоровый, хороший организм. Если вы хотите почиститься от глистов, тоже можете почиститься, это не проблема. Вот, ну, я мою просто проточной водой. Еще люди некоторые кладут в воду на некоторое время. Так, теперь давайте посмотрим, как эта зелень у нас растет. Это у нас лобода. Смотрите, вот она какая. Вот вырастает очень большой. Вот это пока она еще маленькая. Тут, кстати, гигантский совершенно одуванчик. Ну, мы его есть не будем, просто на него любуемся. Вот еще раз лобода. Вот она такая маленькая-маленькая, вырастает в огромную просто. Ну, одуванчики, я думаю, вы знаете, да. Очень интересно, у них есть вот такой вот лист острый, а есть листья одуванчиков такие кругленькие листья у них. Видите, то есть более круглые. И то, и то съедобные, и то, и то можно есть. Я стараюсь выбирать одуванчики, которые вот такие вот небольшие, нежные. Да, то есть чем оно моложе, тем оно меньше будет вам горчить. Вот, пожалуйста, спорыш какой он, да. То есть сейчас много влаги, поэтому он высокий. Он высокий, такой как бы крупные листья. Чем меньше влаги, тем он будет поменьше. То есть тоже, в принципе, он везде, ну, есть, мне кажется, что в любой местности растет такой спорыш. Кстати, вот еще подорожник, я вам его не показала, он у меня был в моей той сеточке. Ну, подорожник все знают, причем он бывает тоже разный. Вот сейчас у нас вырастает совсем такой маленький подорожник, такой юный. Тоже надо знать, что вот эти вот волокна, вот эти вот стебли, они не очень хорошо могут перемалываться в блендере. Поэтому, если опять же блендер не мощный, используем вот эти вот листики. Бывает более округлый, бывает такой ланцетовидный подорожник, то есть разный-разный. Ну, вот, собственно говоря, и все. Беру свой друшлачок, иду делать смузи. А здесь мой кот, кстати, ходит со мной рядышком и собирает со мной травочку, и тоже грызет траву. Что говорит о том, что животные тоже очень-очень умные. Ну, все, пока-пока. С вами была Света Гончарова и мой дневник здоровья. До следующих записей.